Я очень долго думал не снимать подобные видео, потому что многие мои друзья по цеху, ютуберы, мне советовали просто переждать, под преломом того, что аудитория все забудет. Аудитория забудет? Ну, забуду ли я? Это уже совершенно другой вопрос. Если вы ждете от меня оправдания, нет, я не буду оправдываться. Я действительно прямо вам скажу о моих косяках и о моих недостатках. Если вы досмотрели до этого момента и не понимаете, в чем дело, то буквально недавно на меня сняли разоблачение, в котором рассказали, какой я человек и преподнесли обо мне много фактов и пруфов. В этом видеоролике не будет рекламы. Я вас не буду просить ставить лайки. Я понимаю, что это видео пойдет, ну, к сожалению, мне не на пользу, по причине того, что многие люди, которые не знали и могли не узнать о этом конфликте, благодаря мне они о нем и знают. И я скажу так, я рад. Я хочу, чтобы вы все знали. Я не буду говорить имя человека, который снял про меня видео, потому что я не хочу, чтобы ему приходили угрозы и оскорбления. Я прекрасно понимаю, даже если я скажу, ребята, прекратите хейт, все равно хейта будет довольно много, потому что я вам просто покажу моменты переписок, которые мне отправляли в ВК и писали в комментариях. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то снимал подобные видео и аудитория отнеслась лояльно и поддержала этого человека, потому что, ну, по сути, это выглядит как оправдание и вас я могу прекрасно понять. Поэтому я не прошу, чтобы вы меня поддерживали. Я прошу просто дослушать. Я прекрасно понимаю, что у меня детская аудитория. Средний возраст детей, которые смотрят мои видео, 10-12 лет. Я прекрасно понимаю, что они легко поддаются влиянию. И я ни в коем случае не хочу, чтобы, вот исходя из моего видео, вы как-то изменили свою мысль или свое решение. Я хочу просто, чтобы вы подумали и сами приняли решение. Также я хочу, чтобы вы разделяли меня и тик-так, потому что я говорю только свои мысли. Я говорю только за себя. Перед тем, как говорить о ком-либо, я думаю, будет правильнее всего сказать о своих недостатках. Я, честно говоря, сам по себе довольно эмоциональный человек. У меня бывает такое, что я что-то скажу, потом начинаю жалеть. Хотел бы сказать, что в ситуации с Веллей, мне вообще не стоило заходить в Дискорд. Потому что изначально этот разговор был обречен на конфликт. То, что было тогда, в тот день, когда мы зашли на стрим к Веле, это, честно говоря, был какой-то Дом-2. Не стоило вообще все это выносить на публику. Если у кого какие-либо были претензии, я считаю, их надо было решать лично. Но хотел бы сказать вам самое главное, что в конце концов мы все-таки пришли к общему знаменателю. И все-таки мы решили этот конфликт и друг перед другом извинились. Я считаю, что это самое главное. Ведь многие из вас не знают, но раньше я снимал Block Strike. У нас точно так же был конфликт с разработчиками Block Strike. Потом мы ушли из этой игры. И, к большому сожалению, эта игра просто умерла. И я ни в коем случае не хочу, чтобы Stand Off терял свою активность. Потому что Stand Off это та игра, которая мне понравилась. Это именно та игра, в которую я перешел. Это именно та игра, которую я хочу снимать. И именно та игра, которая мне нравится до сих пор. Я считаю, что мы все одна семья. И то, что мы не должны делать конфликты на ровном месте. Если конфликт можно решить, его всегда надо решить лично. И только потом выносить на публику. Я вообще считаю, что это конфликт на ровном месте. Если бы мы не пошли в Дискорд, то, возможно, ничего бы этого не было. Человек, который заснял данное видео, я его ни в коем случае не сождаю. Потому что Ютуб это свободная платформа. Но если мы уже помирились, зачем делать подобный видеоролик? Зачем настраивать аудиторию друг против друга? Ведь мы, комьюнити Stand Off, мы должны быть вместе. И мы должны быть более сплоченными. Для меня останется загадкой. Это попытка восстановить справедливость? Или это просто возможность набрать просмотры на конфликте, который мы уже решили? Возможно, прямо сейчас это будет звучать очень глупо и очень наивно с моих уст. Мол, кентэпэк, какой хайп. Этот человек не кликбейтер. Для этого человека самое главное, чтобы была справедливость. Я тоже искренне хочу верить, что данное видео было создано с целью восстановить справедливость, а не с целью набрать просмотры. Но, к сожалению, факты говорят обратные. Данный человек меня принял в том, что я плюю в лицо своим подписчикам и рекламирую сайт, который подкручивает ножи. Ну, я думаю, вы все слышали ситуацию про три керамбита голд. У меня вопрос к этому человеку. Есть ли это такой плохой сайт, на котором обманывают подписчиков? Почему после этой ситуации я ни разу в жизни больше не рекламировал этот сайт? Можете проверить любое мое видео. Вы не увидите там рекламы этого сайта, потому что я делаю выводы. Но этот человек, даже зная эти факты, что якобы этот сайт подкручивает, почему именно ты дальше продолжаешь рекламировать этот сайт? В чем причина? Я ни в коем случае не говорю, что я белый и пашистый. Но я просто готов признать свои ошибки. Я готов сказать правду. Я готов не лицемерить и не быть двуличным. Поэтому, ребята, я приношу извинения перед всей моей аудиторией за эти две ситуации. Я прямо сейчас мог бы начать рассказывать, что это бах. И то, что потом разработчик сайта тысячу раз извинялся. И он мне объяснил, почему все это вышло. Но я не вижу смысла. Гораздо проще извиниться. Потому что опять многие это воспримут как отговорку или еще что-то. Поэтому, ребята, просто извините. Также меня оскорбили и обозвали паразитом под предлогом того, что я делаю кликбейт на видеоролике. Но давайте говорить откровенно. Большинство ютуберов в той или иной мере кликбейтят. Даже если взять Велю, я ни в коем случае не хочу его оскорбить. Потому что Веля хороший парень и у него контент гораздо лучше, чем у меня. И он играет лучше, чем я. Веля просто красавчик. И если, к примеру, взять видео, где он открывает кейсы, то мы можем увидеть, что там есть тычковые ножи, которых нет в игре. Это тоже кликбейт. Но я хочу вам довести до того, что в кликбейтах нет ничего плохого. И давайте, пожалуйста, будем говорить откровенно и не будем лицемерить. Большинство ютуберов кликбейтят. И я лично не вижу в этом ничего плохого. Ведь это наша работа. Заинтриговать и заинтересовать аудиторию. Плохо, когда при помощи кликбейта пытаются обмануть. А вот когда пытаются просто заинтриговать, в этом совершенно ничего плохого нет. Например, прямо сейчас я видел стрим Веля, который называется Обновление 0.13.0 тестируется. Я прекрасно понимаю, что Веля не имеет никакого отношения к тестированию обновления. Но он это видео назвал просто для того, чтобы привлечь аудиторию. Разве после этого Веля кликбейтер? Разве после этого Веля плохой? Я, так же, как и другие ютуберы, использую кликбейт. Но я не вижу в этом ничего плохого. Ведь я не делаю названия, например, скачать обновление 0.13.0. Или скачать читы. Вы даже не задумывались. Многие ютуберы делают видео скачать читы. Кидают ссылку на платный файл обменник. Вы качаете кучу вирусов, а ютуберы за это получают деньги. Я такого никогда не делал. Не делаю и не буду делать. Потому что это очень-очень неправильно. Я ни в коем случае не хочу переведить стрелки. Я хочу просто услышать ответ на вопрос. Почему видео сделано именно про меня? Хотя есть много ютуберов, которые делают жесткие кликбейты. Ну, например, скачать читы на Android. Вот буквально неделю назад видео набралось 120 тысяч. Или, например, я уже качаю обновление 0.13.0. Вот это самый настоящий обман. И вот это самый жесткий кликбейт. И опять же, я задаю сам себе вопрос. Сделано ли это видео ради выгоды, ради хайпа, ради пиара или с целью восстановить справедливость? Если ты хочешь восстановить справедливость, я не против. Давай лично с тобой пообщаемся. Я пойду на контакт. И прямо сейчас я официально заявляю. Если ты действительно не в погоне за просмотрами, если ты действительно хочешь восстановить справедливость, я предлагаю лично с тобой пообщаться. Если я вижу еще одно видео, я это буду воспринимать просто как возможность набрать просмотры. Я хочу навести просто один пример, как можно избегать конфликтов, как не нужно делать так, чтобы вот эти видеоролики были на ютубе, потому что, ну да, это хайп, да, это всем интересно, но тем не менее, это некрасиво, это того не стоит. Например, относительно недавно я проводил шоу-матч двух топовых кланов, это клан Saints и клан Horizon. Один из участников клана начал меня оскорблять прямо на прямой трансляции, сказал, что я нехороший человек, потому что у меня нету задержки, хотя на самом деле у меня была задержка, и данный человек начал меня оскорблять все лишь потому, что некоторые его подписчики начали рофлить, якобы у кента нету задержки, у меня стояла хорошая задержка, и с организатором турнира я ее согласовал. И представьте, как мне было неприятно, когда меня оскорбляют, хотя я провожу турнир, меня об этом очень сильно попросили, мне предлагали деньги, но я отказался, потому что я хочу развивать эту игру, я хочу, чтобы киберспорт жил. Также я выделил 5000 голды лично с моего кармана, потому что я хотел, возможно, пробовать себя в роли киберкомментатора и хоть как-то помочь нашему киберспорту, который умирает. Вы не в курсе? Клан СТР-8 распался, клан ПКС тоже взял большую паузу, надеюсь, они вернутся после обновления. Много кланов просто-напросто уходит, и я не хочу, чтобы СТР-8 умирал, я пытаюсь всеми силами его развивать. У меня также было большое желание снять видеоролик на эту тему, но, ребята, давайте будем говорить откровенно, оно того не стоит. Любой конфликт нужно пристекать в корень, потому что мы не должны в погоне за хайпом бегать по головам. Я хочу, чтобы вы, вот именно мои те преданные подписчики, которые меня смотрят 4 года, если кто не знает, я на ютубе 4 года, первые 3 года я почти ничего не зарабатывал. И вот именно те преданные мои подписчики, которые со мной с самого начала, я обращаюсь именно к вам. Ребята, пожалуйста, перед тем, как писать какие-либо хэштеги, в силу вашего возраста, некоторые ютуберы пытаются вами манипулировать. Я сейчас говорю не про этого ютубера, который снял прямо видео, а просто про всех. Они запускают какие-либо хэштеги, они раздают вам фейковые промокоды, и вы верите. Я прошу только одно, пожалуйста, перед тем, как что-либо делать, подумайте и узнайте вторую сторону. Не надо сразу лететь к кому-либо с оскорблениями. Прямо сейчас я хотел бы вам официально сказать, что я постараюсь с этим видеороликом поставить жирную точку в конфликте. Я очень надеюсь на то, что никто больше не будет снимать видео и хайпить на такой грязной теме. В знак нашего примирения я хотел бы предложить клану Вели сразиться против клана Киборги. Я считаю, что это было бы очень интересно, и что мы закончили этот грязный конфликт на такой хорошей ноте. Потому что конфликты ни к чему хорошему не приводят, ведь зло порождает только зло, а добро порождает добро.